Йо-йо, здорово! С вами Диман Масл, чёрт подери! И сегодня мы выявляем брехунов на Авито. Это будет вторая половина видео. А самая главная часть этого видео про то, как определить ёмкость батареи на Самсунге. Потому что вы меня так утомили, это просто сдуреть. Точнее не вы, а мои покупатели с Авито. Они мне пишут, эй, здравствуйте, я бы хотел окупить ваш телефон. Какое состояние аккумулятора? Какой процент состояния? А я им говорю, это вам! Не вонючий айфон, где это написано, чёрт подери! Они переходят со своих айфонов и думают, что так везде. А нихера, на Самсунге не написан процент точной ёмкости аккумулятора. Но есть приложение Samsung Members, сейчас я вам его покажу. Вы берёте ваш телефон или тот телефон, который вы покупаете, нажимаете вот так вот на эту поисковую строку, здесь пишете слово Members вот такими вот буковками, и вам находит это приложение. Его нужно скачать, далее на телефон нужно добавить Samsung аккаунт, далее зайти в кнопочку поддержка, посмотреть тесты. Здесь, во-первых, вы можете проверить всё о телефоне, проверить все его датчики, распознавание отпечатка пальцев, работает ли USB подключение, беспроводная зарядка, фонарик, кнопки. Всё проверить здесь можете, но самое главное состояние аккумулятора. И здесь, спустя проверок, напишет, состояние аккумулятора, уровень высокий, и что аккумулятор работает нормально. Мне казалось, что у многих телефонов состояние аккумулятора высокий, чуть ли не настолько, это было часто, что мне казалось, что это тупое приложение, которое нормально не умеет определять ёмкость. Но потом мне в руки попал вот такой вот S10. И здесь, когда я зашёл в эту же самую поддержку, и посмотрел дурацкие тесты, взглянул на состояние аккумулятора, я ужаснулся, потому что здесь аккумулятора состояние низкое, и необходимо выполнить действие. А именно, вы используете старый или неисправный аккумулятор, он прослужит недолго. И, короче, его нужно срочно менять. Так что, по факту, эта программа работает, и реально плохие варианты вы выявить сможете. С другой стороны, непонятно, вот этот высокий, до какого момента он будет высокий. 95% это высокий, а 90%, а 85%. Непонятно, когда он переключится на средний. Но в любом случае, это уже хороший показатель, на основании которого вы можете делать выводы. Потому что по другим сторонним программам, там нужно очень долго тестировать, правильно разряжать телефон, несколько дней его заряжать. И только тогда вы получите точный результат в процентах. На айфоне это получить гораздо проще, но тем не менее, какие-то данные, от которых можно отталкиваться, вы получите. Более того, смотрите, я вам покажу одну брехунку на авито. Наверняка вы помните о том, как я недавно снимал видео, там такой телефон S20 Ultra на зеленом фоне, и я пишу, вот это брехня, вот такая обложка у меня на видео. И там чувиха пишет, что она дорожит своей репутацией, что продают только замечательные телефоны. Цена была 46 тысяч рублей. И там не было написано о том, что это демо-телефон. На данный момент этот телефон продолжает здесь висеть. У него до сих пор на задней крышке видна надпись Live Demo Unit Not For Sale. То есть, это демка, прошитая неизвестно как, с комплектом непонятно от какого телефона. Явно имейная коробка не совпадет с имейм в настройках телефона, потому что демок имей вшиваются. И самое главное, что она уже, конечно же, отчаялась. У нее цена уже 36 тысяч рублей. Я давно за ней слежу. Она ее скидывает постоянно. И сейчас она даже не пишет, что это демка снова. То есть, она снова нигде не написала об этом. Она дальше продолжает писать о том, что она отправляет только по 100% оплате. А виду доставки, она, видите ли, не работает. И что у нее прокачан по максимуму ее опыт, видите ли, да? И для нее очень важна репутация. И она абсолютно честна с каждым клиентом. Вы можете это прочесть, вы можете довериться ее отзывам и купить демку под видом обычного телефона с неизвестно какими аксессуарами, оригинальными или нет. Так что, с вами на связи был Диман Массел. Будьте бдительны. А я помню, некоторые брехуны с Ютуба даже писали мне под прошлым ее разоблачением, что она пишет, что это демка. А дело было не так. Я выложил это видео, выложил ее разоблачение. Потом ей начали писать мои подписчики. Разбомбили ее. Она написала, что это демка. Скинула цену, но не смогла продать телефон. И теперь она в отчаянии снова не пишет, что это демка. И все равно пытается продать эту ерунду. Я думаю, что время снова ей набомбить. С вами был Диман Массел. Будьте бдительны, черт подери. Смотрите мои видео. Переходите мой в профиль. Знаю, порой что-то ссылочки биты в комментариях на мой авито профиль. Но вы сможете меня найти. Если напишите мне в телеграм, на него ссылка точно работает. И я вам вручную скину эту ссылочку.